Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Не успел начаться новый телевизионный сезон, как возникло сразу несколько конфликтных в разной степени остроты ситуаций. Во-первых, депутат Михаил Маркелов в первый день открытия Государственной Думы потребовал как-то покарать, если не прекратить вещание канала Евроньюз. Во-вторых, сразу несколько журналистов и общественных деятелей были оскорблены премьерами телевизионных программ на канале НТВ. Это анатомия дня и список Норкина. И, наконец, неожиданный карьерный скачок бывшего депутата Алины Кабаевой, которая накануне стала главой национальной медиагруппы, тоже навело некоторых наблюдателей на мысль о возобновившейся зачистке информационного пространства. И сегодня эти новинки телесезона мы обсуждаем с нашими гостями, журналистами Игорем Яковенко, в прошлом, генеральным секретарем Союза журналистов Российской Федерации, и Петром Федоровым, вице-президентом наблюдательного совета канала Евроньюз. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с Игоря. Как вы оцениваете агрессивное начало телесезона 2014? Вы знаете, сезон начался с того, что была высказана гипотеза, что поскольку перемирие, основная агрессия, она, конечно, связана с Украиной, все эти информационные войска, выстраивающиеся, вот там, первый, второй, третий, четвертый информационные фронты. И была высказана гипотеза, что раз перемирие, значит, вроде как информационная война прекращается. Даже вы с помощью медиологии высчитали, что слово «хунты» исчезло из новостных каналов. На самом деле все наоборот. Информационные войны, так сказать, разгораются. И тому свидетельство, вот то, что вы перечислили, анонсируя наш разговор, то, что появилось на НТВ, НТВ, безусловно, захватил сейчас лидерство в плане агрессии, в плане разжигания ненависти и вражды. И то, что лицом НТВ стал когда-то приличный человек Андрей Норкин, а сегодня это, в общем, пожалуй, флагман разжигания ненависти и вражды, это просто очевидный факт. Потому что вот этот ад, анатомия дня, просто вот аббревиатура ад уже стала названием этой передачи. Он, безусловно, превзошел первый канал. То есть вот первый канал с его распятым мальчиком, значит, вот этот кровавый навет на Украину, безусловно, уступил уже отрезанным головам, которые в посылке посылают, значит, украинцы жителям Донбасса. То есть это совершенно фантастическая история. То есть все наоборот. Это было у, значит, боевиков Донецка, Донбасса, значит, на их ресурсе фотографии отрезанных голов. А, значит, Норкин это все перевернул как то, что украинцы по почте посылают на совершенно фантастическое вранье. Еще один кровавый навет. То есть практически в каждой передаче просто вот такой сгусток лжи, ненависти, который можно разбирать, но вряд ли это целесообразно. Это, безусловно, рекорд. Это вот одна история. И вторая, безусловно, это то, что, ну, мы уже понимаем, кто такие Добродеев, Лесин, но назначение Алины Кабаевой фактически в качестве медиамагната, по сути дела, это прибавление к путинскому режиму того, что называется фаворитизм и, я бы сказал, вот такая порнократия, которая была в X веке в Ватикане. Это вот новые черты. Давайте дадим слово Петру Федорову. Чем вы объясняете неожиданный агрессивный такой наезд на вас со стороны партии власти в лице Михаила Маркелова? Ну, вы знаете, я бы не стал обобщать. Это мой принцип. И то, что Михаил Маркелов выступил с требованием дать оценку, он выступил к Роскомнадзору и прокуратуре. Сюжет, который 13 раз прошел на канале Евроньюз. Имеет право депутат это сделать? Имеет. Мы видели много раз в других парламентах, в других странах приблизительно такие же вещи. И когда Байден выступает с каким-то высказыванием очень резким по отношению не только к России, к любой стране. Мы же не говорим сенат Америки. Мы говорим сенатор Байден. Вот и тут всего лишь депутат Маркелов возмутился тем, что на Евроньюз в сюжете о стрельбах то ли украинских военных, то ли украинских служащих вот этих вот частных батальонов стреляли в мишень. Это был портрет Путина с пририсованными усиками. Что, в общем, говорит, я продолжаю мысль о очень большом накале информационной войны и истерики. И, в общем, по-человечески о отвратительном вещам. Но Евроньюз вовсе не выступает на стороне вот этих вот, ну, я бы сказал бы, моральных отморозков. Он просто информирует о том, что такие в украинской армии или в украинских частных батальонах люди есть. И в аналогичных материалах, скажем, из Греции, манифестации против политики Германии, Евроньюз равным образом показывал Меркель в нацистской форме. Он не показывал специально, он просто показывал вот такие настроения. Ну, Обама со слиными ушами, ну, премьер-министр Израиля, вокруг него был нимб из свастик нацистских. Это все вовсе не означает, что Евроньюз занимает такую позицию. Евроньюз информирует о том, что такой факт, такая проблема есть. Надо сказать, что когда мы оцениваем состояние аудитории и медиа руководителей, нужно исходить из реальности, которая существует. Я говорю сейчас про Евроньюз и по отношению к Евроньюз. Ведь Евроньюз на украинском языке собираются закрыть. Потому что в Киеве считают, что вот этот Евроньюз, который там делают журналисты, приехавшие из Украины, неприемлем. Он слишком прокремлевский. И он Украине в такой форме не нужен. Я, конечно, уверен, что даже если требование Михаила Маркелова будет реализовано, и контрольный орган, и прокуратура рассмотрит. Это их право, как и право депутата подать такой иск. Давайте просто исходить из того, что мы с вами живем или хотим жить в правовом обществе, где это нормальные процедуры. Пусть рассмотрят. Потому что у Роскомнадзора есть два варианта. Принять, не принять иск. У прокуратуры есть два варианта. Согласиться и не согласиться с теми обвинениями, которые Маркелов выдвинул. Если хотите мой прогноз, то я вам его скажу. Мы не пойдем по пути Украины, которая недовольна каналом Евроньюз. А мне кажется, этот канал старается работать, по крайней мере, беспристрастно. Не всегда получается, но старается. Но со стороны главного акционера ВГТРК и профессионала Добродеева нет никаких взысканий или попыток воздействовать на содержание канала Евроньюз. Как вице-президент наблюдательного совета, это совет директоров, я не имею права вмешиваться в редакционную политику Евроньюз. В то же время такое вмешательство из других столиц, европейских и не европейских, а акционеров Евроньюз существует. Но, повторяю, для меня это всего лишь требование одного депутата Государственной Думы. Своё отношение к нему и оценку этого требования я сохраню при себе. Ну что, ну бывает. Но, повторяю, версия не будет закрыта. Евроньюз на русском языке будет вещать. Мы не боимся. Боятся те, кто запрещают. На Украине запрещены 15 российских каналов. Сейчас Литва рассматривает возможность запретить все российские каналы. Кто боится, запрещает. Кто готов конкурировать со своей точкой зрения, не запрещает. С нами на прямой связи наш обозреватель Елена Рыковцева. Добрый вечер, Елена. Мы сегодня зачитывались вашей статьей в новой газете. Чем вы объясняете перегруппировку сил на информационном телепространстве? Да там, вы же просили меня, Володя, поговорить именно об Алине Кабаевой. Давайте, да, раскроем наш секрет. Это моя любимая тема. Ничего нового я здесь не вижу. Это старая история. Она началась не сегодня. Вот, когда создавалась еще эта группа, национальная медиагруппа, было решено создать при ней общественный совет. Поскольку группу возглавляет Юрий Ковальчук, друг семьи и друг Владимира Путина личный, как известно, это старые товарищи по кооперативу «Озеро» по своей работе и по своей активности в Санкт-Петербурге тогдашнем, то и близкую подругу обоих, Алину Кабаеву, было решено пригласить в общественный совет, руководить этим общественным советом. Это было несколько лет назад. То есть ничего нового в этой истории нет. Она руководила советом. Правда, там была одна проблема, что предполагалось, что в этот совет будет проводить некие заседания и информация об этих заседаниях будет выкладываться на сайте, Алины Кабаевой, на личном сайте. Но я пыталась найти информацию об этих заседаниях, там прошло их, по-моему, два, и на этом все прекратилось. Общественная активность советов закончилась очень быстро. Сейчас сайт на реконструкции, то есть все, что мы видим на сайте вот этой национальной медиагруппы, в которую, как известно, входит и канал РЕН-ТВ, и первый канал, 25% факций, между прочим, и СТС, и много чего еще важного медийного. Долго перечислять, просто времени не хватит, сколько входит пресса в эту самую национальную медиагруппу. Но пока никакой активности там не наблюдается у этого общественного совета. Теперь Алина Кабаева переходит на новую ступенечку в этой же национальной медиагруппе. Она становится председателем совета директоров. Давайте посмотрим, кто же до нее был председателем совета директоров. Это же тоже член семьи. Ковальчук Кирилл Михайлович. Это сын, мальчик, сын Михаила Ковальчука, как известно, брата Юрия Ковальчука, который ведет программу сейчас свою на пятом канале. Это научный человек. То есть сын сменился на подругу, общую, в хорошем смысле слова, друга, товарища Алину Кабаеву. Вот и все. И на самом деле, слава тебе, Господи, всей этой национальной медиагруппой руководит достаточно профессиональный человек Александр Арджиникидзе, которого он является руководителем холдинга прямым, непосредственным. И его очень хорошо знают на канале РЕН-ТВ. И он продолжает осуществлять руководство холдингом. Что входит в обязанности председателя совета директоров, которым был сначала мальчик, сын, а теперь подруга Алина Кабаева, я даже и не знаю. Я думаю, что слава Богу, что вот Арджиникидзе-то остается на своем месте. Вот и все. Ничего тут такого не произошло сенсационного и радикального с этой национальной медиагруппой. Спасибо, Елена. Но гораздо более радикальные изменения произошли в товарищах нашего коллеги, независимого журналиста Аркадия Бабченко, которые приехали брать у него такое дружеское интервью, а в результате передали эти пленки в фильм «17 друзей Хунты». Аркадий, вам слово. Расскажите, пожалуйста, как это произошло и как вы относитесь вообще к продукции телеканала НТВ. Ну, к продукции, да, добрый день. К продукции канала НТВ я отношусь, безусловно, не как к журналистике, а как к уголовным преступлениям. Там пяток статей можно сходу сразу найти. Это и клевета, и подстрекательство, и там оправдание терроризма, и 282, наша любимая, родная, разжигание вражды и ненависти. Там вообще просто в полный путь идет, да? Поэтому журналистикой я это назвать не могу никак. Это, на мой взгляд, все является квалифицирующими составами уголовных преступлений. Произошло как. Приехали, работали мы с моей знакомой 10 лет назад, еще на том НТВ, еще у Гусинского. Вот, потом она вместе с Андреем Норкиным ушла на РТВА и где-то работала. И я почему-то думал, что она работает на РЕН-ТВА, и когда она мне позвонила, сказала наговорить, попросила дать интервью про ситуацию в Украине, и я сказал, пожалуйста, приезжайте без вопросов. Но оказалось, что это не РЕН-ТВА, а НТВА. И там мое мнение по ситуации в Украине как бы уже было вторичным. Приехал в съемочную группу, второй наш знакомый, с которым мы также работали тогда же 10 лет, на том же еще НТВА. Вот, и приехал в съемочную группу, мне показали распечатку какого-то человека, фотографии, я не знаю, понятия не имею, кто это говорит. Говорят, это политолог, вот он плохо называется о военных корреспондентах, давай его смешаем с песком, размажем по асфальту. Чего? Ребят, это как бы не ко мне вопрос. Я под своей фамилией, я никаких людей там грязью поливать, тем более на НТВА не буду. И вот были какие-то там, а что ты думаешь о Ходорковском? Да ничего я о Ходорковском не думаю. Ну, провели они, там, съездки и привели, мое-то какое дело. А что ты там думаешь о Макаревича? Да ничего я о Макаревича не думаю. Человек волен делать все, что он хочет, тогда, когда он хочет, там, как он хочет и где он хочет, пока это не нарушает там уголовный кодекс. Пусть делает, что хочет. Вот такие какие-то все вопросы эти были, были, были. А потом вышли эти... Ну, понятно стало, что интервью не будет, понятно, что там ничего в эфир не пойдет. Вот попросили меня сказать, что я думаю по поводу референдума, и я сказал, что я думаю по поводу референдума. Что это никаким референдумом, конечно, не является, и все это обманка, в общем, чистой воды. Вот, потом вышли эти 13 друзей Хунты. Стало понятно, зачем они приезжали, потому что там этот человек, политолог, его там мешали уже с грязью чем-то другими устами, чем-то другими руками, да. А потом вышли еще 17 друзей Хунты, и там я увидел уже себя. И там были... Про меня было рассказано, во-первых, клевета, абсолютно с храньем, там была специальная какая-то фраза о том, что Аркадий Бабченко, именно первого Аркадия Бабченко принадлежит фраза о том, что русский генетически неполноценный народ. Откуда это взято, из какого пальца это выяснилось, я вообще не представляю. И приехали они абсолютно неподготовленными. То есть у них такая машина, там НТВ, это госпропаганда, туда огромные бабосы вкладываются. Они вообще, они даже не могут собрать и обобщить информацию о национал-предателях. То есть они приехали абсолютно неподготовленными. О том, что я там был избит на Украине, они вообще не знали, это я им сказал в перекуре, в перекуре между задаванием вопросов. То есть вообще абсолютно полный ноль. И сделали так, что я в этом фильме получился даже не то чтобы национал-предателем, вроде как героем Украины. Ну, проклятая хунта избила русского журналиста. За такие дела вообще-то дают ордена в Кремле. А я так понимаю, задача у вас была другая, ребят. И то есть там это все уже настолько, оно прогнило, что они даже, понимаете, они даже инквизицию распилили. То есть они даже инквизицию нормально организовать не могут. Вот, собственно, и все, что я думаю по этому поводу. Большое вам спасибо, Аркадий, что откликались на нашу просьбу. Как вы считаете, Игорь, вопрос, что это падение профессионализма или это умышленная такая низость? Знаете, я думаю, что это смешение двух факторов. Даже получается, что трех. Потому что, с одной стороны, есть, безусловно, некоторый, ну, такой общий заказ. То есть это, безусловно, есть общее направление, да. То есть на разжигание ненависти, на то, чтобы уничтожать врага внешнего, которым сейчас являются Соединенные Штаты и Украина, и врага внутреннего, которым, ну, я боюсь, что является, являемся мы с вами, ну, по крайней мере, какая-то часть присутствующих в этой студии, и вот Аркадий Бабченко. И все, кого вот здесь упоминают, и в 17-ти друзьях, и в 13-ти друзьях, и так далее. А вторая сторона вопроса, это вот результат монополизма. Понимаете, пропаганда бывает разная, и когда пропаганда существует, собственно говоря, пропаганда не только в России, мы прекрасно знаем, что пропаганда и в других странах есть, но когда пропаганда существует в условиях конкурентной борьбы, она бывает профессиональной. Когда она становится монопольной, а у нас монополизированное информационное пространство, вот получается такой фантастический непрофессионализм. И вот то, с чем столкнулся Бабченко, когда люди приезжают и хотят, что называется, смешать с грязью, а, в общем, не знают, как это делать, и действительно, вот все эти поделки НТВ, они, конечно, удивительно беспомощные. Удивительно беспомощные. И то, что на вранье ловят буквально в каждом слове, эти уши вылезают, и любой нормальный человек в пять секунд может определить, что это, я бы сказал так, это деградация по сравнению с советским уровнем пропаганды, очень серьезная. Потому что все-таки советский уровень пропаганды, он был более фундаментален, он был более основателен при всей своей вредности для общества, но, тем не менее, это был более фундаментальный уровень. Сейчас снижение уровня связано, прежде всего, с тем, что действительно Бабченко прав коммерциализация, то есть, как он правильно сказал, распилили инквизицию. С моей точки зрения, ошибкой является вообще иметь дело с этими каналами. Я могу сказать, что буквально недавно, когда я вышел с одного совещания, на меня набросилась съемочная группа НТВ и попросила дать интервью. Я спросил, вы кто? Когда мне сказали НТВ, я сказал, до свидания. Спросили, почему? Вынужден был прямо человеку сказать, потому что вы канал лжи и подлости, и с вами нельзя иметь дело. Мне кажется, это единственно возможный алгоритм поведения с этими людьми. Петру вопрос. Вы считаете, что вместе с падением уровня журналистики падает и уровень критерий оценки и телекритики? Как по вашему восприятию? Я бы сказал так, что я, к сожалению, должен сказать, что уровень профессионализма в журналистике реально упал. Он упал и в среде, скажем, СМИ, которые считаются государственными, он упал и в среде оппозиционной. Потому что все, о чем сейчас было сказано, в полной мере относится и к изданиям, которые делают старые мои добрые знакомые, которые считаются оппозиционными. Но там тоже уровень невысок. В этой ситуации я не судья, потому что я не смотрел 17 друзей хунты. Я не видел этого интервью. Я твердо знаю, что если ты профессионал, ты можешь дать интервью где угодно и кому угодно. И из него нельзя будет вырезать ничего и сделать без перестановки слов, без полного перемонтажа и без картинки, потому что с картинкой это сделать невозможно. Это так. Что касается уровня профессионализма, вот, да, он снизился. И при этом, к сожалению, даже те, кто говорит об уровне журналистики телевизионной, сами тоже понизили стандарты сами к себе. Это, к сожалению, так. Как с этим бороться, я не знаю. Но должен сказать, что вот сколько жить осталось, столько буду за профессиональную журналистику выступать, бороться самыми разными способами. Я думаю, если журналист Бабченко подаст в суд и докажет все те обвинения, которые только что он произнес, он его выиграет. Да, конечно, я знаю многих. Но он в суд не подает. Почему? Его оскорбили, его унизили, его оболгали. Надо в суд идти? Или он не верит в суд? Я знаю такие слова. Мы не верим в этот суд. Я вам должен сказать, есть много примеров тому, что и суд, и надзорные, и прокуратура, и следственные органы покушаются на святая святых, как сегодня, на основателя корпорации и системы. Уж казалось бы, столб, на который покуситься нельзя. А можно. Да, я знаю и то, что это английская поговорка, слово власти, коррупция, всегда связаны глаголом в прошедшем времени. Это так. Ну, это английская поговорка, а не русская. Значит, они сами про себя знают то же самое. Но, я повторяю, если хочешь бороться, борись. Если хочешь доказывать, доказывай. У меня много примеров того, как люди не в журналистике, тут я согласен, доказывали свою правоту. И вот сейчас, возвращаясь к случаю, к Евроньюсу, я уверен, что если дойдет до решения Роскомнадзора, прокуратуры, будет принято решение. Если будет принято решение не то, оно будет оспорено. Будет найден адвокат, который докажет эту ситуацию. Но, еще раз говорю, если мы хотим жить в правовом обществе, если мы хотим, чтобы наше общество двигалось в сторону справедливости, мы должны обращаться в эти инструменты, мы должны обращаться в суды и решать вопросы именно так. Спасибо. Слово Игоря. Я сейчас слушал нашего коллегу, и было такое ощущение, что либо это разговор о какой-то другой стране, не в той, в которой мы с вами живем, а в Англии... Я понимаю, что вы все ожидали. Я просто буквально недавно был в нескольких судах, ссылаться на то, что где-то там суд восстанавливает справедливость, не там, где надо, не там, где ключевые вопросы. Вы правильно сделали оговорку, не касаясь СМИ. Вот там, где касается главного источника нашей власти, а власть у нас и вышла из телевизора, как известно, и по-прежнему пребывает в телевизоре и правит с помощью телевизора. И вот в том, что не касается телевизора, может быть, там, Евтушенков, еще кто-то, там, Лужков поплатился. Это все понятно, да? Это все, так сказать, в пользу бедных. А вы громкие процессы? А вот, ну, простите, вот только что, вот только сейчас, я буквально недавно был... Вот вы сказали, интересно, честно. Да, вот я буквально недавно, я сейчас не про телевидение, вот был заблокирован три ресурса информационных. Это «Еж», «Ежедневный журнал», «Каспаров.ру» и «Грани.ру». Ну, абсолютный беспредел. То есть, людям не сказали, за что их закрыли. То есть, их закрыли и сказали, а за что мы не скажем? Они говорят, мы готовы исправить, если что-то нам предъявляется. И он говорит, а мы вам это не скажем. Значит, прокуратура говорит, пожалуйста, идите в Роскомнадзор, Роскомнадзор говорит, идите в прокуратуру. Никто так ничего не сказал. Наконец, суд. Один суд, другой, а канал закрыт. Информационный канал. Закрыт. Наконец, вот уже третий суд, вот я на нем присутствовал, как один из авторов ежедневного журнала. Совершенно потрясающая вещь. Говорят, нам не нравится тенденция, которая у вас есть. Простите, что такое тенденция? Вы можете объяснить, что это такое? Что такое тенденция? Вот вы, пожалуйста, задается простой вопрос. Что мы должны исправить для того, чтобы у прокуратуры не было... Вы, пожалуйста, посмотрите свою тенденцию. Это что означает? Это означает полностью пересмотреть элегантную политику. То есть абсолютный абсурд. Поэтому, вы знаете, вот разговоры о том, что идите в суд, это по поводу нарушений о выборах, которых было десятки тысяч зафиксировано. Идите в суд. А там наши ребята. Вот смотрите. Нужны быстрые и соответствующие действия. Необходимо выключить, убираю прилагательное, телеканалы без лишних дискуссий. Социально ответственный бизнес сам прекратил бы их вещание. Во время войны не время для правовых споров. Откуда цитата? Вот какая страна? Скажите мне. Это, возможно, и Великобритания, возможно, и Соединенные Штаты, кто угодно. Простите, у нас что, сейчас объявлена война? У нас сейчас что, военное положение? Вы о чем вообще? Подождите. Это не я. Это председатель комитета Сейма Литвы. Да на здоровье. А он воюет? Простите, я нахожусь в своей стране. Да. Это любимое занятие наших пропагандистов, которые говорят о том, что, а смотрите, там в Соединенных Штатах негров вешают. А в Литве что? Да какое мне дело? Я в своей стране. Я в своей стране, и я хочу действительно жить в правовом государстве, которого в моей стране нет. Вот меня интересует моя страна, а не то, что говорит представитель из Литвы, из Украины или еще где-то, на котором... Не касаясь этого момента, я вам могу сказать одно простое. Так устроен мир. Если это происходит в Евросоюзе, который считается правовым государством, так устроена моя страна, и я с этим не... Нет, Россия устроена. Давайте, Петр, вам будет интересно послушать претензии к вам со стороны депутата Михаила Маркелова. Здравствуйте, Михаил. Все ко мне. Ну, потому что к каналу Евроньюз? Ну, я же не канал Евроньюз. Вы там не ругайтесь сильно. Я не определяю редакционную политику. Михаил, давайте, вот что бы вы предъявили в суде к вашим контрагентам? Вам в слово, Михаил. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вашу бурную дискуссию. Вы знаете, я в данном случае не уступаю истцом, как вы сказали. Это, наверное, было бы неверно. Абсолютно я в суд не подавал и не собираюсь на данном этапе подавать. Я просто воспользовался своим конституционным правом, как депутат Государственной Думы. И на основании действующего закона вы правильно говорите, что живем в своей стране и хотим исполнять свои законы. Поэтому я, посмотрев 12-го числа, каждый раз смотрю Евроньюз, поражаюсь, насколько меняется, кстати, политика редакционная. Она есть. То есть я, по крайней мере, как журналист, наблюдаю эту политику. Изменения в этой политике. Не будем сейчас в подробности вдаваться. Но, тем не менее, сюжет, который был показан 12-го числа, у меня как гражданина России, как человека, который прекрасно знает, что такое не только Великая Отечественная война, а и что такое Великая Отечественная война, поверьте, знаю. Потому что у меня отец в Царство Небесное прошел всю войну от начала до конца. Я воспитан так. И меня задели кадры, которые неоднократно транслируются по каналу, в сюжете телеканала «Ироньюз», где я расстреливался в портрет нашего президента. Понятно, что журналисты поймали кадр, понятно, что показали. Но, знаете, во всей этой истории, я сейчас объясню свою мотивацию, меня поражает другое, если брать все-таки редакционную политику и говорить, почему нельзя, и кто решает, можно ли и нельзя. У меня вполне логичный такой же встречный вопрос. Вот посмотрите, почему можно, допустим, показывать совершенно спокойно на весь мир транслировать кадры жестокой расправы над Каддафей, например, с кровью, с издевательством и так далее. Почему можно показывать на весь мир кадры казни Саддама Хусейна, невзирая на то, что там они были диктаторами и так далее. Но при этом, если это такой избирательный подход, почему, извините, конечно, это жестоко прозвучит, не показать кадры, как представители так называемого исламского государства осуществляют расправу над британскими журналистами до конца, чтобы возбудить ту же самую нервность представителям этого исламского государства, который действует жестоко. Это уже не делается. То есть что-то можно показывать, как расстреливать портрет президента, стилизованный под портрет Адольфа Гитлера, а что-то, видимо, нельзя, потому что это заденет ранимые души, даже не знаю, кого угодно. Вот такое избирательное право, такая вот ангажированность и предвзятость, конечно же, это вопрос там внутренней этики, наверное, или журналистской этики. Но при этом, продолжая тему гражданства российского и тема защиты российского суверенитета как законодателя, я посчитал своим должным обратиться в Гринстанции. Когда многие журналисты перевирают мои слова и говорят о том, что я требую закрытия канала Евроньюз, это неправильно. Я нигде не требую закрытия канала Евроньюз, но я обратился к первым запросам в Роскомнадзор для того, чтобы они провели проверку и на основании законодательства приняли соответствующие меры реагирования по этому сюжету. Если для этого есть, опять-таки, мотивация. Второй запрос уже в Генеральную прокуратуру, где я считаю, что можно было бы провести проверку и в случае, если квалифицирующие признаки будут соответствовать ситуации, то есть они будут соответствовать статье 282 части 1 и 2 части БВП, это имеется в виду действие направленного возбуждения от ненависти или вражды. Вот в этом случае, если действительно статью еще не буду расшифровывать из Головного кодекса, тогда, если есть повод, то они прави возбуждать или не возбуждать уголовное дело. Вот, собственно говоря, все. А главный мой посыл, главный мой посыл политический, заключается в том, что мы как граждане выбирали президента страны, который является национальным лидером, в отличие от многих других граждан и президентов европейских стран Америки, его сегодняшний рейтинг намного гораздо выше, чем у этих представителей. Мы все прошли и знаем, что такое ужасы Второй мировой войны и оскорбление президента, я воспринимаю, как оскорбление всего российского народа. Поэтому вот мои действия были мотивированы тем, что я принял решение отправить эти депутатские запросы. Давайте, Михаил, вам ответит сейчас Петр Федоров, он вице-президент наблюдательного совета Евроньюз, просто вы, может быть, заочно не знакомы. Да, Михаил, мы действительно с вами, по-моему, не знакомы лично и боюсь, что вы не слышали с самого начала передачи, потому что я уже высказал точку зрения Евроньюз и политику Евроньюз. Евроньюз не ставит своей задачей не оскорбить никаких политических лидеров, не разжигать рознь, не пропагандировать ничего из того, что вами было сказано. Евроньюз лишь показал тот факт, что украинские военные или члены платных батальонов стреляют в мишень, где вместо мишени портрет изуродованный Путина. Все. Это сюжет Ройтер Томпсон, как, вы знаете, это одно из самых главных телевизионных информационных агентств, как и ПТН. И должен сказать, что внимательный зритель Евроньюз, я повторю это, видел и во время демонстрации в Афинах Ангелу Меркель в нацистской форме, что для современного немца тоже более чем оскорбительно. Показывались и фотографии из ирландской прессы, когда в Ирландии были определенные экономические проблемы. Тоже Ангела Меркель в нацистской форме и называлась публикация «Четвертый рейх построен». Был и Обама со слиными ушами во время демонстрации в одной из ближневосточных стран. Показывалось и абсолютно оскорбительное для израильского лидера его изображение в нимбе и свастике. Таким образом, цель не стоит ни оскорбить, ни разжечь, а проинформировать, что такие настроения есть, что такие эксцессы есть. Что я могу сказать, как бы скажем, даже не в поддержку, а в понимании вашей позиции. Да, в условиях, когда между Россией и Украиной, такая эмоциональная напряженность, в условиях, когда разжигается вражда по обе стороны границы средствами массовой информации, в условиях, когда два глубоко братских народа поставлены в такую позицию, конечно же, публиковать в эфире подобное изображение несколько напоминает историю про известного персонажа сказки Толстого, который при виде похоронной процессии говорил таскать вам не перетаскать. Это я с этим согласен. Но, повторяю, как член совета директоров, который называется наблюдательный совет Евроньюса, я не вмешиваюсь в редакционную политику, не имею на это права. Так устроена акционерная служба, а не служба, а так устроен кодекс акционеров. Но, думаю, что редакция Евроньюс, руководство редакции, в общем, ощутило, что определенная бестактность в этом показе была. Но это не нарушает ни редакционные принципы, ни принципы свободы, не те остальные принципы редакционной политики Евроньюс, которые очень справедливы, очень неплохи. Но, честно говоря, я с вами иногда должен согласиться, у меня бывают разговоры о том, что не всегда хватает понимания ситуации в России, в других странах. Некоторые монтажи реально поверхностные, некоторые комментарии однобоки. Мы не боимся никакой критики. Но баланс мнений в материалах Евроньюс, это записано в редакционном уставе. Поэтому все мои разговоры по работе Евроньюс ограничиваются лишь одним напоминанием, что есть редакционный устав, и этому уставу нужно следовать. Спасибо, Петр. Игорь, вы на чей стороне, если так отвлечься от политических симпатий? Нет, ну здесь вопроса нет, конечно. Евроньюс, безусловно, имеет полное право показывать то, что есть в данном случае. Евроньюс вне всякого сомнения ничего не разжигает. Евроньюс просто показал то, что происходит на самом деле. Я абсолютно убежден в том, что никаких проблем у Евроньюса не будет. Я абсолютно убежден в том, что Евроньюс не будет закрыт в России и будет прекрасно дальше работать. Ну, прекрасно или не прекрасно, это отдельный вопрос. Можно я добавлю? Сейчас, одну секундочку, я договорю фразу. Хорошо, хорошо. Значит, я вот в условиях, когда все-таки какие-то нападки на Евроньюс происходят, я табуирую вообще всякую критику в адрес Евроньюс, которая у меня есть. Напрасно? Нет, не напрасно, это уж позвольте мне решать. Вам решать? Значит, так вот, вот когда у вас все будет в порядке, когда от вас все отстанут, я найду возможность сказать все, что я про вас думаю. Имеется в виду про ваш телеканал. А думаю я много чего. Но в данном случае, вне всякого сомнения, святое право журналиста показать то, что есть. То есть, в отличие от наших российских каналах, которые постоянно врут, просто каждая итоговая передача всех наших федеральных каналах это сплошное вранье. В данном случае, то, что вам инкриминируется, это святая правда. Показали то, что есть. Стреляли? Стреляли. Целились? Целились. Показали то, что есть. Какие проблемы? Никакой бестактности здесь, безусловно, не было. Никакого оскорбления чувств никого. Ну, еще скажите, чувств верующих. У нас что сейчас? Религиозная вера, путинизм, что ли? Ну, совсем... Ну, ну, про это и речи не было. Ну, так нет. Ну, говорят, что оскорбление... Там просто статьи 208. Ну, вот эти статьи религиозные. Ну, соседние статьи, да. Ну, давайте уж не утром. Нет, ну, это же, ну, просто, понимаете, ну, абсолютно неосновательные претензии. Абсолютно неосновательные. Я абсолютно убежден, что, так сказать, в вашем случае никакой угрозы нет, и все будет в порядке, и дальше будете работать. Депутат имеет право. Имеет абсолютно. Абсолютно. Имеет полное право. Регулирующие органы и прокурорский надзор имеют право принять решение. Депутату нет вообще ни одного вопроса, потому что депутаты... Да, ну, мы сейчас ему дадим слово, да, Петр? Да. Я просто абсолютно уверен в том, что, во-первых, ему напрасно инкриминировали требование закрыть Евронюс, как он только что сказал. Да, он этого не не делал. А лишь разобраться. Оказалось, что он... Это, опять-таки, непрофессиональная работа наших российских журналистов, которые сделали совершенно неправомочный вывод из заявления депутата. Может быть, из лучших побуждений, чтобы защитить Евронюс. Ну, чтобы, наверное, кто-то хотел привлечь... Может быть, если бы была бы правдивая информация об этом, мы бы с вами даже это не обсуждали. Потому что с самого начала понеслось закрыть, 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 закрыть. Закрыть вообще невозможно. Только это я хотел перебить. Ну, вы знаете, я смотрю Евронюс каждое утро. С этого начинается мой день. Вот до завтрака Евронюс. На чем я его смотрю? На Айпаде. Мне телевизор не нужен. Он же в интернете. И когда сейчас закрыты русские каналы на Украине, люди только с большим удовольствием смотрят в интернете. И даже государственные деятели, которые выступали за закрытие, которое было совершено абсолютно вне судебы, с нарушениями всех процедур украинских, а не цитируют наши каналы, значит, они их смотрят. Вот закрыть вещание в современных условиях практически невозможно. Нет, но есть принципиальная разница. Одно дело, когда идет вещание на телевизор, а другое дело, когда идет вещание в интернете. И просто, ну... А какая разница для Евроньюса? Нет, ну совершенно... Для Евроньюса — да. А для ситуации в той же Украине, когда первые десять кнопок занимали федеральные российские каналы, как вы хорошо знаете, принципиальная разница, когда у всех в телевизоре просто по факту первые десять кнопок на пульте занимают федеральные российские каналы, это одна ситуация. Другая ситуация, когда нужно ловить их в интернете. Это принципиально разница. Я с вами абсолютно согласен, но запрещает тот, кто боится. Вернемся к Михаилу, да. В Крыму работают украинские каналы, как работают. У нас есть такой пример, кто был в эфире и стал в интернете, это канал «Дождь». Вот, Михаил, почему вы не поняли вопрос об избиении журналистки? Ботанова, по-моему, ее фамилия, да. Вот это, по-моему, более актуально. Тем более вы... Да, но вот хорошо, хоть меня подключили, а то я все слушаю. Не-не, Михаил, вам слово, мы вам слушаем. Вы знаете, мы, ну, понятно, про Ботанова, и многие, кстати, депутаты, вы зря, возмущены этим фактом. Я тоже возмущен фактом избиения. Важно понять, и очень хочется верить, что подтекста нету политического, да. Хочется, конечно, цинично говорить, что все-таки цель была ограбление, и, ну, очень хочется верить, что объективно будет проведено расследование, потому что, ну, журналист, какой бы в телекомпании он не работал, в государственных органах средств массовой информации, в негосударственных, в оппозиционных, он имеет право на получение информации и должен быть защищен. Но не защищен не только у нас в стране, мы это прекрасно понимаем, и особенно в условиях вот сегодняшней ситуации острой. И здесь, конечно, я бы хотел сделать акцент, я немножко, не немножко, я не согласен с коллегами в той формулировке, что нет войны. Да, до юра этой войны нету. Но де-факто, к сожалению, сегодня действительно ведется война, информационная в том числе. Мы прекрасно это понимаем. А люди профессиональные, журналисты, которые имеют отношение к телевидению, имеют отношение к искусству монтажа, знают, что такое акцентированный монтаж, знают, что профессионально можно ничего не говорить, но правильно показать. В этом заключается великое искусство, потому что телевидение это прежде всего картинка, а вот потом все остальное. А уж не говоря про новости, это тоже прежде всего информация, а потом уже, наверное, какая-то аналитика для Евроньюз. Это напрямую касается, поскольку это новостной канал. Но вы знаете, я вот считаю, что достоинство сильных и умных людей — это умение признавать свои ошибки и умение их исправлять, прежде всего. И если мы действительно понимаем, что вот в условиях вот этой информационной войны мы друг другу можем и должны как журналисты или как политики еще протягивать руки, а не поворачиваться спиной, да, то этой возможностью, я уверен, надо пользоваться, а не использовать ее наоборот, когда одно неосторожное слово может разжечь пожар войны. И вот в этой ситуации было бы правильно, наверное, все-таки. Евроньюз сделал какое-то официальное заявление, чтобы расставить все акценты, потому что вы правы. А оно есть, на сайте висит, Михаил. Михаил, на сайте оно есть, и там приблизительно сказано то, что я сказал. Но вы правы, да, конечно, официальное заявление по этому поводу надо было сделать, и оно сделано. Это было бы правильно, да, потому что я согласен с вами, очень трудно работать со средствами информации. Я сам об этом говорил, и вы вот еще раз акцентировали внимание на том, что ты говоришь одно, а публикует другое. При том, что есть официальные депутатские запросы, любой канал, любое издание может их запросить, они не закрыты, это не секретные, никакие-то там не с гриппом секретные запросы. И просто взять и опубликовать, получив комментарии. Там все написано юридическим языком, и здесь нет никакого там отношения предвзято с требованием схватить какой-то флаг, дубинку в руки и изгнать журналистов Евроньюз с территории России. Кстати, многие телеканалы, почти все телеканалы представленные мировые, работают спокойно на территории России, в отличие от той же Украины, где вещание всех российских каналов запрещено. Как пример, да, мы не будем уподобляться там радикалам из парламента украинского, из Рабии, которые осуществили это деяние. Вопрос только в том, что, во-первых, культура, во-вторых, умение использовать, дипломаты свой язык используют, а все-таки у средств массовой информации гораздо больше влияния и больше возможностей. Подчеркиваю, в условиях, когда идет гуманитарная катастрофа, когда мир на грани войны и катастрофы, реальные катастрофы, отношения все хуже и хуже с каждым днем. Любое неосторожное слово, может быть, никто бы и не заметил эти кадры где-нибудь снятые на базе исламских боевиков, но вот в такой ситуации не заметить их невозможно. Поэтому здесь надо, конечно, думать. Это имеет прямое отношение к правильности и мудрости работы в том числе редакционной коллегии, которая верстает ежедневные новости. Спасибо. Мы не допускаем, как бы там ни говорили про российские СМИ, они такие сякие, там, да, ангажированные, но не переходят черту, не допускают по отношению к лидерам разных самых стран вот такого рода выходки. Ну, некрасиво это. Спасибо, Михаил. Давайте Игорю дадим слово. Да нет, ну, здесь я не очень понимаю, зачем вы мне дали слово, потому что тут нечего комментировать. Российские СМИ действительно никогда не переходят черты по той простой причине, что они за ней всегда находятся. И уровень оскорбления зарубежных лидеров, и вот сейчас говорили о закрытии телеканалов на Украине, я считаю, что это абсолютно правильное решение по той простой причине, что федеральные российские телеканалы не являются средствами массовой информации. В отношении вашего канала мы договорились, можем потом поговорить, если у вас будет желание. То есть, ваш канал является средством массовой информации. Ну, я не говорю, ну, давайте не придираться. Тот канал, который вы сейчас представляете. Вы же по его поводу пришли. Вот. Он, безусловно, является СМИ со своими проблемами, но это СМИ, безусловно. Это информационный канал, новостной канал. А российские федеральные каналы не являются таковыми. Это каналы пропаганды, в которых соседняя страна объявляются фашистами. Фашисты, фашисты, хунта, бандеровцы, нацисты и так далее. И когда на протяжении 24 часов в сутки по, по крайней мере, пяти федеральным телеканалам несется фашисты, 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 хунта, 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 конечно, естественно, и тут говорить о том, что наши телеканалы не приходят черты, это, конечно, ну, за пределами здравого смысла. Причем идет постоянная ложь. Буквально постоянная ложь. В каждой передаче концентрированная ложь. Поэтому там они находятся за этой чертой. Значит, что касается вот этой ситуации, я еще раз говорю, Евроньюз абсолютно прав. Ну, вы сочли нужным вроде бы как извиниться. Объясниться. Объясниться. Ну, объяснить ситуацию, объяснить редакционную политику. Но, тем не менее, в вашем выступлении были элементы признания какой-то неправоты. Я прекрасно понимаю, что надо сохранить канал, причем оградить его от каких-то неприятностей, потому что, ну, теоретически могут предупреждение объявить там, ну, все бывает, да. Желательно без этого обойтись. Поэтому здесь я целиком на вашей стороне считаю, что вы абсолютно правильно действуете, и все очень взвешено разумно. Но в целом никаких абсолютно корректировок мысли даже не может быть. Потому что канал показывает то, что есть. Никакого монтажа, никакой акцентированной съемки. Ничего у вас этого не было. Я специально, поскольку Владимир мне сказал, зачем мы идем, то я специально пересмотрел вот эту передачу. Никакой акцентированной съемки. Интонации, я бы сказал так, интонации были осуждающие. Осуждающие. Несмотря на то, что ваш канал новостной, все-таки понятно, как относится редакция. Поэтому ни тени вины в этом эпизоде, конечно, вашей нет. – Петр, как вы считаете, обещает ли вот такой бурный начало телесезона горячую телевизионную осень? – Конечно, обещают. Потому что, к сожалению, информационная война против России ведется. Российские СМИ поставлены в условия обороняющихся. Вот я вам про Литву прочитал. Литва считает, что она воюет с Россией на информационном поле. Раз Литва воюет, раз Украина воюет, значит, мы тоже должны быть мобилизованы. Я не буду оспаривать положение, ощущение, впечатление. Я хочу только сказать, что с одним я абсолютно согласен. Телекартинка чрезвычайно важна. Я приведу пример. У нас сейчас появилось агентство Раптли. Оно базируется в Германии. И это информационное телевизионное агентство. Маленькое, не очень сильное, пока еще очень слабо конкурирует с англосаксонскими телевизионными информационными агентствами. Вот приведу вам пример, который я просто видел. Крым, Март, две камеры западного информационного агентства и Раптли. В кадре два зеленых человечка, прекрасно вооруженные, мужественные, вежливые, вежливые, мужественные, хорошо вооруженные. И, разумеется, эта картинка вызывает ощущение милитаризации, ощущение тревоги, ощущение того, что существует некая мощная и, возможно, недружественная для Европы сила. Западная камера останавливается в этом размере. Раптли отъезжает и видит, что правого солдата обнимает очаровательная девушка, а левого за коленку маленький мальчик. Это одна и та же реальность. Но англосаксонский канал показал одно. Раптли показал все в целиком. Вот как важна картинка. И это продолжается. Это было, это есть и будет, потому что канал Евроньюз задумался после первой войны в Заливе с идеей показать миру происходящее глазами Европы, а не англосаксонских СМИ, тогда исключительно практически СНН. Получилась эта задача? Нет, и мы это обсуждаем на Совете Директоров, потому что большинство картинки идет от англосаксонских камер, которые видят мир так, как считают, он должен быть. Пример я привел. А дальше, конечно, будет бурный сезон. На то и телевидение. Телевидение не болото. Будут споры, будут обиды, будут высказаны слова презрения к журналистам, которые изменили свою позицию. Все будет, Владимир. Но это жизнь. Спасибо. Давайте дадим слово Михаилу Маркелову. Когда вы ждете ответа на ваш запрос в прокуратуру и Роскомнадзор? Вы знаете, я хотел бы добавить. Вот важные очень вещи говорил сейчас Петр в отношении картинки. Вот в качестве примера хочу привести другую, но не другую, похожую историю в Крыму. В Крыму, кстати, не блокированы украинские каналы. Их можно спокойно совершенно смотреть. И западные каналы, то есть и анализировать, и сравнивать. Так вот, украинские каналы, это было странно смотреть, находясь в Крыму. Показали сюжет о том, как бедная женщина, по-моему, из Ялты, я не помню, из какого-то города или из Феодосии, придя домой после работы, зайдя в магазин, купила российское молоко, теперь уже, с маркировкой, с гостовской маркировкой. Пришла домой с мужем, значит, в кадре она разрезала этот пакет, а там в этом пакете оказалась вода. Она разрезает второй пакет, а в втором пакете вода, вот она горькими слезами плачет и говорит о том, что денег нету, пока еще российских мало, а украинские закончились, а вот мясо молока пьем воду. Спасибо, Михаил. Давайте мы напомним, что в нашей программе мы с журналистами, нашими коллегами обсуждали начало нового телесезона. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Шильман и Олег Львов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова